Ребята, мы с вами в подвалах эколого-биологического центра на Крестовском острове и идем в замечательный кружок, в кружок энтомологии. Есть тут и такой, не только аквариумистики, мы показываем выставку аквариумистов уже здесь, дети активно занимаются, но мы сегодня попали в кружок энтомологии и вот у нас Анна Богатурова, которая нам расскажет все о кружке. Вот она. Точно? О кружке или о кузнечках? Ты знаешь, наверное, все-таки немножко стоит о кружке сказать, потому что я понимаю, что сейчас, наверное, не очень много насекомых, но дети же занимаются насекомыми. Интересно? Много детей к вам ходит? Достаточно много, при том не только школьники, но и дошколята, которых тоже очень много, которые с большим интересом. И иногда у некоторых дошколят даже вот уровень их знаний меня иногда поражает. То есть дошкольники, цитирующие Карика и Валю, для меня это будущее во всей красе просто. Батюшки, Карика и Валю, наша юность. Твое детство, моя юность. Мне будет много. Да, да, да. То есть все равно юнаты есть, юнаты интересуются, дети ходят и увлекаются природой. И такие организации, как ваша, они все-таки должны существовать, нельзя их закрывать, как сейчас повсеместно происходит с какими-то школьными юнатскими кружками. Мне очень не нравится эта ситуация. Да, но отчасти это происходит из-за того, что есть сложности, сам знаешь, с содержанием животных в общественных учреждениях. Правильно, но детям же это очень интересно. Очень интересно. И, ребята, я увидел здесь кузнечиков, которых совсем недавно вам показывал из московского зоопарка. Так это было вскользь, это было вкратце. А вот я очень хотел Аню попросить рассказать именно об этих кузнечиках и показать, какого они размера. Это мышата. Мы их зовем мышата. Наши мышата. Размеры у них, конечно, впечатляющие совершенно. Это действительно ребята, которые попали к нам из московского зоопарка. Попали совсем маленькими личиночками первого-второго возраста. И выросли, линяв много-много-много раз, перелиняв, они выросли вот в таких вот прекрасных ребятушек. Они невероятны по размеру. Какой-то какой-то монстр. Просто если их принуждать, они могут их садить. Да ладно, кусаются? Да ужасно больно. Вот, челюсти там будут здоровы, поэтому мы сделаем все только по-любому. Да, да, исключительно. У меня вцепилась личинка. Я детишкам показывала и палец болит у меня три года. Ого, а здесь взрослые уже. Поэтому все-таки мы, да, приметим его к любви по возможности. Вот, мой хороший. Потому что, конечно, на руке... Ну, мышата это хорошо, а как они называются? Гипромола Верисонс так же, как и в московском зоопарке. Вот. Или, если по-русски сказать, это гигантский папуанский кузнечик. Папуанова в Вине их родина. Вот. Прибрежные районы и близлежащие острова. Да. Не так они многочисленны. Известны они только там. Я провел почти месяц как раз в прибрежных районах на Папуа. Не видел. Так и не видел, да. Да. Вот. Забавно с их описанием. Описаны они были еще в 19 веке, но описаны были по части личинки. Что, сам знаешь, это не вполне корректно по личинкам-то описывать. То есть, вполне вероятно, что это даже и не они вовсе, а какой-то новый вид. Вот. Но они прекрасны. В московском зоопарке они прекрасно разводятся. Вот здесь они у нас дожили до имага, переменяли во взрослые состояния. У нас три самца, три самки. Вот. И на прошлой неделе они начали откладываться. Мои ребятишки сняли видео, которое позорно мне до сих пор не прислали. Сколько они живут при таком размере? Они же долгожители, по-моему. Ну, долгожители, но не меньше года у них, а то и более. То есть, для кузнечика, конечно, это очень значительный срок. И инкубация. Вот еще у всяческих кузнечиков, саранче и прочее есть проблемы у крупных видов. Проблемы с инкубацией зимовки. Там же кто-то больше года может инкубироваться, да? Нет, это два-три месяца. То есть, в принципе, все просто. Да, в принципе, все просто. Единственное, конечно, для них принципиально влажность, поскольку это влажное район тепло и влажное. И достаточно большой объем. Во взрослом состоянии эти ребятки склонны к каннибализму. Ну, вот у вас сидят. Вот. Но их, во-первых, не так много. Во-вторых, если ты обратишь внимание, вот на ту... Вижу, ножки нету, да. Ножки, ладно. Обрати внимание, вот здесь вот нету части так называемого капушончика. Ага. Вот. Он, причем, это получил еще в личиночном состоянии, перелиняв во взрослый, оставил этот самый свой. Ну, тем не менее, его не доели насмерть. Нет, его не доели. Они прекрасно живут. И даже если ты обратил, может быть, в московском зоопарке внимание, там есть даже аж со сквозными дырками ребята. И они живут, в принципе, никак этим это жить не мешает. Вот. Что? Едят они, конечно, много. То есть это запасы дуба, малины сушеные в большом количестве. Вот. Очень глубокая емкость для откладки. Да. По поводу питания еще актуален и в связи с каннибализмом и гоморус. Угу. Я вот тоже хотел как раз спросить, потому что если каннибалы, то белок обязательно? Обязательно, да. Ну, ты знаешь, вот не видела, чтобы активно они его ели. Но ставим. Ставим. В яблоке апельсины очень любят. Очень. Вот. Но сухой дуб и малина обязательно, да? Основной кормой. В большом количестве. Вот. И, естественно, мы, когда ставим, мы все это дело увлажняем активно, чтобы было... Давай. Нет, не трогать. Давай. Нет, не трогать не надо. Гусет он меня при этом. Вот. Вот. Так. Давай твою щупую ручку. Пойдем. Давай. У нас все по-любому. Детские ручки. Потрясающий размер. Невероятный какой-то. Вот это кузнечики. Вот это кузнечики. Вот это кузнечики. Он так задумчиво усами ощупывает. Вот впечатление так съесть. Очень аккуратно. Да, потому что он на это может среагировать достаточно жестко. Да. Разременно. Разременно. Разременно, чтобы он... Боже мой. Прекрасен. Они прекрасны. Вот это, вот это кузнечик. Ну, вот все равно, да, с малиной и с дубом, то есть, с одной стороны, вроде бы ничего сложного, но человек неподготовленный все равно вряд ли будет держать, да? Надо заранее так, не боимся. Не боимся. Нет, конечно, надо заранее заботиться, надо заранее все знать. Ну, как и любое животное, я считаю, что неважно, кузнечик это или обезьяна, или хомяк. Вот. Прежде чем завести, надо изучить то, как они живут в природе и максимальные условия создать для того, чтобы им было хорошо. Сейчас была у нас конференция «Исчезающая планета», и моя ученица Валечка, она делала как раз доклад по этим кузнечикам, вот, как виду малочисленному и находящимся под угрозой. Но вместе с тем размножаются они, я вижу, они начали размножаться активно уже, да, в зоопарках? Да. То есть, мы можем сказать, что это один из видов, который в природе, оставаясь малочисленным и подвергающимся уничтожению в связи со спашкой, прессингу мощному, да, он, в принципе, сейчас начинает входить в культуру. Да, и кроме того, его интересно еще, если мы даже не, он не так, можем его точнее использовать как модельный, да, вид, сам знаешь, что на схожие виды, схожие биологии, которые, может быть, находятся в еще более плачевном состоянии, да, и отработав методику содержания и разведения, можно как бы использовать как модельный вид, это тоже очень важно. Замечательно, замечательно, я буду счастлив, если через некоторое время увижу у многих любителей вот таких вот потрясающих кузнечиков, они реально удивительные, ребята, но вы посмотрите, это же красота необыкновенная просто, действительно, очень-очень красивые звери, необычные, здорово. Это не просто какая-то кобылка, это, сколько, да, да, Миша говорил, что они весят там, что-то чудовищное, чуть не под 200 грамм. Ну, это, конечно, да, наверное, отдельные особи, но в целом, да, можно судить по тому, что они довольно большие, впечатляющие, ребятки. Потрясающе, потрясающе, даже я захотел таких кузнечиков, чтобы у нас были, но я не заведу, потому что нельзя заводить все, что ты хочешь. Вот у нас условий для них нету, условия мы можем создать, но у нас уже не хватит сил для всех, поэтому мы заводим только то, что способно обеспечить условиями. А кружок энтомологии занимается насекомыми, да? Не только. Не только, чем еще? Михаил Михайлович, да, беспозвоночные в целом. Беспозвоночные. Потому что, если обратишь внимание, есть здесь и моллюски, есть у нас и ракообразные, и многоножки. Да, моллюсков вижу сразу сходу. Кевсики. Минопусы. Это танзанийские кевсики, прекрасные. Очень много ножек у них, длинные, полосатые. Да, я их хорошо знаю. Ох, не лечится. И ты не боишься кевсиков? Нет. Они щекочут. Да? Ох, вот. Они щекочут и все, и больше ничего сделать плохого не могут? То есть не нужно бояться различных. Да, тем более они так классно. Покажи лапки. Вот, они так классно переневают просто. Потрясающе. Ну, они спокойно относятся к тому, что ты их в руки берешь, да? Не огорчаются от этого? А, я звонял. О-о-о. Вот, кто-то огорчился. Ну, опять же, если делать все аккуратно, то плохого ничего не происходит. А животных контролировать нужно обязательно. Ну, мы немножко рано пришли, юнатов еще нету. Юнаты подойдут чуть-чуть попозже, сейчас время учиться в школах. Ну, по крайней мере, мы получили возможность снять спокойно, чтобы нас не окружали дети и не мешали нам поговорить об этих замечательных кузнечиках. И вообще, о эколого-биологическом центре, где работают такие прекрасные специалисты и педагоги. Так что, приходите сюда. Я думаю, здесь не только вашим детям будут рады, но и взрослым, потому что все время здесь устраиваются какие-то выставки, какие-то мероприятия, куда дети приходят с родителями и очень счастливы от этого. Все. Всем пока, ребята.